Можно сказать, что вот этот дворянский тип материнства, он с современным интенсивным материнством очень сильно связан. Собственно говоря, несмотря на то, что вот это интенсивное материнство культурной части общества, потом у него возникла против него какая-то такая определенная реакция уже в 20 веке, и многие стали его отвергать, во-первых, потому что это не всегда хорошо для детей, во-вторых, потому что это слишком сильно вовлекает в женщину, и у нее не остается времени жизни ни на что другое. А сейчас происходит то, что все как-то перемешивается в каком-то одном флаконе. Это стало происходить в России именно после перестройки. То есть как бы у нас стала распространяться идеология личной ответственности за все, в том числе и за детей, и за родительство, но при этом то, что у нас женщины весь период Советского Союза работали, оно тоже на нас наложило отпечаток, и только очень небольшая пропорция сказала, вот я теперь буду полностью в семье. Очень небольшая, несмотря на то, что идеологическая подготовка в течение 80-х годов, что вот естественно материнство, естественно предназначение женщины, вот давайте все делать это, она мало на кого повлияла на самом деле, потому что одновременно раскрылись новые карьерные возможности. И отказываться от этого не хотелось, но от материнства отказываться тоже были далеко не все готовы. Оказалось, нужно все это совмещать. И материнство, причем интенсивное, такой вот где-то формирующий человеческий капитал, и карьеру тоже интенсивную, потому что новый капитализм, потому что от человека на каждом рабочем месте требуется очень много. В результате требования, ну как бы они стали несовместимы. То есть женщина, если она это все принимает, требуется, ну там 146 процентов минимум того, что она в принципе может. Школа, она, ну как это сказать, слабеет, вот именно как социальный институт. То есть все больше перекладывается именно на родителей. Допустим, школьные программы построены так, что, даже в начальной школе, что, ну вот учитель как может, он это рассказал. Усвоили это дети или нет, это неважно. Но оценки ставятся так, как будто вот он должен усвоить именно полную программу. То есть не то, что учитель ему рассказал, а то, что ему еще дома помогли. И поэтому большинство, причем как в рабочем классе, ну в необразованном классе, так и в среднем классе, они помогают хотя бы в начальной школе делать уроки своим детям. Это уже давно так стало. Сейчас есть мамы-тигрицы, вот эти китайские, от них это пошло развиваться и в других странах. У них свой стиль воспитания, который они описали, одна из них описала в книге. Такие достаточно сурово воспитывающие своих детей, и именно ожидающие формирования очень такого максимального результата. То есть вот добиться из каждого ребенка максимума социального, образовательного, того, на что он способен. И достаточно жестко они при этом со своими детьми обращаются. Ну не так, чтобы они там насилие постоянно применяют, но, скажем так, они лаские вот этих всех гармоничности, там нет их помине. Допустим, в Америке вот так пытаются учиться. Это влияние оказывают уже и на самих американских родителей. Там распространяется так называемое helicopter parenting, вертолетное родительство. То есть это как вертолет, ты зависаешь вот над ребенком в любой его жизненной ситуации, и как бы ты вроде как и не совсем там присутствуешь, но ты мониторишь, ты постоянно мониторишь, мониторишь все, что он делает, все, что происходит, и вмешиваешься, вмешиваешься, вмешиваешься в какие-то критические моменты. А сейчас ведь происходит буквально то же самое, только в жизни уже гораздо большего круга людей. Это делают и женщины среднего класса, и женщины, которые, например, парикмахерами и маникюршами работают. Каждый на своем уровне делает то, что может. У кого больше денег, нанимают репетиторов. У кого меньше денег, сидят сами там часами с ними за уроками. И в любом случае они в детей вот это вкладывают, это стремление к успеху обязательно, потому что если у них не будет успеха, то что же будет? В других странах, насколько я знаю, это менее распространено, то есть в благополучных при этом, то есть там, где нет кризиса, то есть где он будет счастлив и хорошо. И то это я говорю сейчас про Америку, и там тоже эта вертолетная родительница распространяется, потому что все равно всем хочется же максимизировать. А пошло это все из Юго-Восточной Азии, где минимальная рождаемость, где по одному ребенку на семью, где люди готовы на любые жертвы, чтобы этот ребенок продвинулся как можно дальше, вне зависимости от того, что они могут ему дать, они максимизируют все, что может дать семья. Когда развивается техника, технология и так далее, и материнство становится легче в какой-то одной своей стороне, оно обязательно сразу становится тяжелее в какой-то другой. То ли это связано с тем же самым женским комплексом вины, то ли с альтруизмом, связанным, не знаю, с материнством или родительством вообще. Но если женские руки высвобождаются от постоянной стирки, например, на младенца, в связи с тем, что можно раз, и памперс поменять, то значит, она начинает его чаще носить на руках после еды. Меньше можно готовить, можно покупать и готовое детское питание, если есть деньги. Опять-таки, есть люди с разными доходами, есть люди, которые покупают памперс только в гости, чтобы пойти.